Всем привет, ребята! Не могу хлопнуть, представим, что я хлопаю. Такая вот я, немного необрядная, с непонятной прической. Это значит то, что у нас наконец-таки с вами выходит видео, домашняя тренировка. Как вы знаете, я была немножко занята. Если вы следите, конечно же, за моим инстаграмом, если нет, то прошу. Судя по нашей ситуации, немногие из вас могут выходить на улицу. Но держать тело в тонусе нужно обязательно. Я не хочу носить кроссовки в своей комнате, поэтому смотрите на мои милые носочки сибы. Сначала у меня проходит такая немного детсадовская разминка, ничего сложного. Я таким образом разогреваю тело, чтобы приступить к дальнейшим упражнениям. И первое упражнение — это приседания. Сейчас я делаю их без веса, но вы также можете усложнить себе задачу, тем самым сделав это упражнение еще более эффективным. Например, взять две бутылки, наполненные водой, если у вас нету гантель и прочего спортивного инвентаря. Хотя я советовала бы вам его приобрести, если вы хотите на постоянной основе так заниматься дома. Приседания я делаю под углом 90 градусов. Носки смотрят в ройс. И следите, чтобы коленки не выходили за носки. А для этого упражнения нам понадобится желательно стул. Итак, ребята, третье упражнение, также одно из моих самых любимых — это махи ногой на полу. Это упражнение выполняется на полу. Сейчас я делаю свою тренировку вот на этом пушистом коврике. Я также поднимаю ногу, согнутую на 90 градусов. И немного пытаюсь зафиксировать ее в положении сверху, вы видите, да? Это позволяет еще больше прочувствовать мышцу. И упражнение я делаю три подхода по 20-30 раз, если я работаю без утяжелителей. Есть несколько вариаций таких упражнений. И также вы можете встать в исходное положение и просто поднимать уже прямую ногу. Следующее упражнение — это будет, как вы помните из моего первого ролика, легендарный ягодичный мостик, который я обожаю. Вы также сможете взять утяжелитель, либо бутылку с водой, либо вашего кота или собаку, положить ее себе на живот и делать подъемы попой. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы сделали не самые сложные упражнения, но я, если честно, уже подустала. Количество повторений вы можете регулировать сами. И последнее упражнение на эту тренировку, она не очень большая, всего лишь пять упражнений. Но зато каких подобранные мною. Последнее упражнение будет такое достаточно особенное. Мне его показала мама. Сейчас я вам его покажу. Итак, для этого упражнения нам нужно таким образом лечь на пузо. Затем мы ложимся в данное положение. Мы кладем руки друг на друга и на них кладем уже свой лоб, чтобы наше лицо смотрело вниз. И в этот момент работают только наши ноги. Таким образом, мы поочередно поднимаем по одной ноге. Я выполняю где-то 20-30 подъемов, в зависимости от того, насколько я устала. Еще хотела бы сказать, что все упражнения из этой тренировки я выполняю по 4 подхода 20-30 раз. Если я работаю без веса, то я могу выполнять большое количество повторений. После того, как моя тренировка закончилась, я выполняю небольшую растяжку. Делаю некоторые легкие упражнения, которые помогут растянуть группу мышц, над которой я работала. Ну вот, ребята, на этом мини-наша тренировка домашняя закончена. Я надеюсь, вам понравились упражнения. Прикол в том, что эти упражнения базовые. И эти упражнения хорошо помогут вам почувствовать мышцы. И в любом случае, они помогут вам привести ваше тело в тонус. Если вам реально понравилась эта тренировка и вы хотите больше, потому что я знаю еще много упражнений, тогда пишите внизу в комментариях. Ребята, спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, это мини-видео вам очень понравилось. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok